Главное, чтобы обратившийся гражданин успел сказать, какого рода помощь нужна. Кроме вызова врачей и полицейских, диспетчеры подсказывают номера телефонов различных ведомств и муниципальных учреждений. В каждую смену работает 6-7 человек. Среди них есть психологи и эксперты, которые могут выехать на место ЧП, чтобы оценить его реальную угрозу. Однако, пока вся эта работа производится вручную. Нет прямого у нас канала, то есть у нас такая же линия, как и жители города. Звонить в службу 112 могут жители всего края, но то, в какую диспетчерскую они попадут, зависит от их телефона. Если аппарат стационарный, сигнал автоматически пойдет на местное отделение учреждения. С мобильным телефоном все сложнее. Каждая сим-карта имеет географическую привязку к месту покупки. Так что приобретенная в столице края симка будет перенаправлять сигнал в красноярский филиал службы. И звонок снова придется переводить операторам самостоятельно. Обо всем этом сегодня рассказали краевым депутатам и представителям надзорных органов, приехавшим в центр с выездной инспекцией. У нас нет пока до конца доработанной системы, которая могла бы, допустим, автоматически ваши звонки, жители города, переадресовывать уже в дежурные диспетчерские службы непосредственно 0.1, 0.2, 0.3. Такой возможности пока нет. Ну, надеемся, в рамках развития системы 1.1.2, в рамках развития, сейчас новый аппаратно-программный комплекс разрабатывается по всей России. В Красноярск, в частности, будет являться пилотным регионом, пилотным городом по развитию аппарата-программного комплекса АПК «Безопасный город». Надеемся, что в рамках развития этой системы заработает 1.1.2 в том числе. Единая служба 1.1.2 начала работать еще в 2011-м. В начале реализации проекта его стоимость оценивалась в более чем 600 миллионов рублей, выделить которые должны были из краевого и федерального бюджетов. Однако из этой суммы за 4 года почти ничего не было потрачено. Все еще идет разработка проектной документации. Вместе с тем за исполнением программы следит сразу несколько краевых и городских ведомств. Но единого ответственного лица или организации нет. При этом, по первоначальному плану, система 1.1.2 должна быть готова к 2017-му году. Движение необходимого для того, чтобы развивать данную службу, для того, чтобы эффективность повышать, ее как таковой нет. Мы сегодня это убедились. Поэтому и коллеги депутаты, члены комитета согласились всему вместе о том, что предложение у полномочного органа, финансирование, прямые каналы связи, это одни из главных предложений, которые должны были лечь в решении. Результаты работы комитета будут направлены в правительство региона и уже там окончательно определят, как выполнять депутатские рекомендации, чтобы единая диспетчерская служба 1.1.2 начала работать так, как было задумано изначально. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости. Новости.